Приветствую вас, дамы и господа, все те, кто меня смотрит. С вами Николай Партийный и это игра Warframe. Онлайновый шутер, который находится в разработке бета-теста. Продолжаю свое действие, деятельность в этой замечательной игре. Делаю своего рода очередной гайд на Тенна. И сегодня, к вашему вниманию, я представляю этого замечательного Тенна, персонажа под названием Вабан. Считаю в краткости его способности, расскажу о различных прокачках, тактиках и своего рода плюсах и недостатках. Короче, полномасштабный гайд, я бы так сказал. Мастер тактики Вабан использует свои способности для создания ловушек, которые наносят урон электричеством, обездвиживают и снимают врагов с помощью других измерений. Значит, снимают, я не могу почему, да, может как-то сказать, останавливают. Я думаю, тут ошибка какая-то, народ. Название, значит, Вабан, вражки его называют Вован. Вован, значит, как-то так. Значит, здоровье 100, щиты 75, брони 50, энергии 150, выносливости 80. Значит, перейдем, наверное, мы к нашим способностям. Это Тесла. Запускает гранату с шокирующим зарядом, который поражает врага электричеством. Вторая способность под названием Батут. Специализация платформы Батут. Прикрепляется к любой поверхности, может использоваться на врагах, союзниках или как приспособление устройства для перемещения. Значит, Бастилия создает содержающее электрическое поле, попав в которое враги замедляются и в беспомощном состоянии, то есть зависают. Ультимейт, значит, самая сильная способность, это Вихрь. Создает энергетическую воронку, которая с чудовищной силой притягивает врагов, а затем снимает их краткие кусочки материи. Не знаю, народ, что-то тут они неправильно, наверное, написали, так что, извиняюсь. Ну, в принципе, что, перейдем, наверное, к нашему арсеналу, да, не будем тут много базарить. Значит, вот, вы сами видите, вид такой достаточно интересный этого персонажа. Вот, очень неплохо. Мне, в принципе, нравится. То есть, но, я не горел народ желанием, каким-то, каким-то желанием, чтобы его создавать. Но, по просьбе моих подписчиков, то есть, вас, естественно, сделал, он у меня уже достаточно давно был, там, и ни один чертеж, ни одна система, короче, мог создать даже целых троих таких вабанов и прокачать уже давно-давно, всех по разу. Вот, сразу хочу всех поблагодарить тех, кто помог мне в развитии моего канала, то есть, всех подписчиков. Отдельная благодарность, нескончаемая, такая, я бы сказал, благодати тем, кто мне непосредственно помогал в плане доната, да, то есть, платины, то есть, благодаря этим людям, естественно, они знают, кто мне давал, естественно, непосредственно платины, и достаточно немало, что я спокойно смог немало в себе приобрести место на варфреймах, для оружия и так далее, некоторые улучшения для себя. То есть, непосредственно, благодаря вот этим людям, то есть, я продвигаюсь. То есть, некоторые, конечно, говорят, то, что я довольно-таки все долго делаю там, да, и нечасто влажу. Давайте просто посудим народ, логично, то, что... Создать персонажа где-то примерно 3 дня нужно. Затем нужно, естественно, его прокачать. Это тоже довольно-таки не быстро. Потом нужно, как бы, протестировать, то есть, провести, своего рода такой тест, да. То есть, как, что работает, то есть, какие моды могут конфигурировать с теми или иными способностями, которые, наоборот, только вредят, то есть... Как-то так. Ну, начнем, значит, с способностей. Тесса первоспособность, то есть, такая вот граната, которую, может, далеко можно запустить и, своего рода, носит через определенное время какой-то урон. Работает она тоже на длительное время, даже если она никого не стреляет, эта способность, то она может лежать определенное время, и, когда враги подбегут, начнет их атаковать. Ну, очень неплохая способность, мне она очень понравилась. Балтут, своего рода, для меня непонятная способность, но она очень неплохая, если где-нибудь, например, можно, там, заблокировать врага, или, например, преодолеть какое-то препятствие. Ну, перепрыгнуть, там, или добраться, то есть, как-то так. То есть, средство передвижения, скорее всего. Ну, а тоже неплохо, если кто-то использует в оборону ее, или в тесных пространствах против врагов. Бастилия. Это, наверное, самая из лучших, наверное, способностей, которую, я считаю, на сдерживающую тактику. То есть, можно абсолютно любого моба, там, не смотря на его уровень и силу, задержать. То есть, задержать, и он будет беспомощный, там, до тех пор, пока эта способность, естественно, используется. Или по времени. Значит, и, значит, последний ультимейт, это вихрь. Значит, да, то есть, создает такую энергетическую воронку. Ну, сворда, я бы назвал ее черная дыра такая, да, только, как... Которую всех притягивает, да, несмотря какие мобы, там, они ничего не могут сделать пока в этой ульте. И самый большой плюс, я считаю, то, что этих вихрей, да, можно кинуть хоть, не знаю, хоть 20 штук, пока у вас, там, не кончится вся энергия. То есть, если у вас будет, там, да, способность стоить, там, 30 или 50, то можно, как минимум, там, 5, 6, 7 кинуть спокойно этих ультимейтов, там, в разные стороны. И все будут, как этот, как кусок просто, какого-то мусора собираться в этот комок, да, а вы спокойненько их можете, там, оприходовать, расстрелять, там, еще накидать сверху штук 10-15 гранат, и они, там, будут вариться в собственном соку. Как-то так. То есть, очень офигенная способность, но довольно-таки мало наносит урона, если нету прокачки. И, также, естественно, по времени, тоже, там, достаточно недолго, но в основном работает для того, чтобы просто, не знаю, там, кинули, да, они все в кучу собрались, и за это время вы атакуете. То есть, как-то так. Ну, наносит частично какой-то урон, там, небольшой, то есть, но довольно-таки немаленький. То есть, очень эффективная, хорошая способность, я считаю. Вабана очень многие любят, то есть, но достаточно тяжело, даже если прокачан достаточно. С большим рангом игрок, геймер, то даже ему достать его проблемы, потому что выпадает алерт, алерты всегда рандомно. Бывает, что в месяц выпадет, там, два, а то и максимум три. И всегда запчасти могут быть рандомно выпадать, то есть, система, там, шлем и каркас, да, то есть, может, там, за два месяца все выпасть, там, не знаю, два раза система, там, и один раз шлем. То есть, как-то так. А все остальное, там, может вообще не выпадать. То есть, как-то так. И из-за этого достаточно тяжело его собрать. То есть, я бы мог уже, как бы, давно его собрать, но он не горел желанием, народ. Он, в принципе, я не особо даже играю. Вот, значит, переходим к нашим способностям и улучшениям, я считаю так. Самая первая, я думаю, вот эта ашечка, самая оптимальная для многих, своего рода оборона и выживание. То есть, вот это так я могу сказать, выразиться. Первая стоит аура, энергетический источник. Полярность, своего рода, как палочка, да, мы видим. То есть, вот мы видим схему полностью, я вам покажу, да, как все выглядит. То есть, пустая. Вот. Ну, естественно, способности все прокачаны на максимум. Стоят. Значит, первое, я поставил усилитель. Сила способности плюс 30. Перенаправление. Мой счета 440. Поток. Плюс 150 увеличение запасов энергии. Так. Телосложение. Плюс 40%. Быстрый подъем на ноги. И плюс 28% длительной способности. Упрощенное мышление. Плюс 50 длительной способности. И минус 36% зона поражения способности. Растяжение. Плюс 45% зона поражения. То есть, вот такая вот раскладочка у меня, да. Я считаю, она очень грамотна. Подходит, да, ну, в основном на обороны, на выживание. Типа мобильные обороны и... Что-то в этом духе, да. То есть, в основном, прокачана на длительность. Потому что наша бастилия работает на длительности. То есть, да. Чем больше длительность, тем дольше она стоит. То есть, также, естественно, наша ульта Вихрь тоже работает за счет длительности. Тесла тоже, в принципе, работает за счет длительности. Но тут же еще играет большую роль урон. То есть, нам нужна сила способности. Что мы и поставили. То есть, как-то так. То есть, очень неплохая прокачка. Такая грамотная. Самая стандартная, я считаю. Можно было, конечно, поставить еще там, да, на длительность места. Да. Предположим, какой-нибудь другой. Но тогда у нас будет... Слово-раза такое... Что-либо, когда, например, если мы упрощенное мышление будем максить, то у нас будет минус зона поражения. Если у нас будет зона минус поражения, да, то есть, маленькая, то тогда бастилия нас... Будет очень маленькая. То есть, очень маленькая бастилия. Тогда, если маленькая бастилия, то она, грубо говоря, бесполезная. И мы ставим, естественно, балансируем с помощью других карт. Например, растяжение. То есть, бастилия становится такая, ну, чуть, может, больше на... Не намного, на 9%. Да, 9% бастилия чуть больше, чем обычно будет. То есть, как-то так. Переходим ко второй. Это бэшечка. Значит, сразу могу вам сказать, что вабан тоже неплохо просто, да, как герой. Да, то есть, необязательно им, как многие утверждают, ходить только на обороны выживания. Он неплох. И на других, там, просто по прохождению, например, там, ну, захват, там, зачистка. Да, вот, то есть, спасение. То есть, как-то так, да, то есть, различные есть миссии, да. Вот это, я считаю, самое то, значит. Для этого персонажа тут прокачано, тоже энергетический источник стандартно стоит. Слепая ярость. Слепая ярость, да, делает силоспособность. То есть, наш вихрь и наша Тесла становятся уже сильнее, да, наносить больше урона будут. То есть, батут, естественно, там просто выше чуть-чуть будет прыгать и все. То есть, за счет этой силоспособности. С помощью обтекаемости, да, плюс 30 энергоэффективности мы балансируем то, что наша способность будет, а ультимейт стоит 110 энергии, вот, ну, естественно, вихрь уже будет тоже намного больше стоить. Вот, но мы фиксим обтекаемостью и нормально. Упрощенное мышление, да, тоже нам дает на длительность, то есть, позволяет нашей бастилии, то есть, конечно, ставить меньше, но вихрь, естественно, работать будет дольше. А за счет силоспособности будет наноситься достаточно большой урон. Так, ну, перенаправление, да, мощь щитов. И, естественно, поток, да, то есть, запас энергии у Вабана там уже аж практически 420. Это достаточно немало количества. То есть, в основном как-то так. И самая любимая моя, это Цешечка, я бы установил. То есть, все грамотно, да, уже как бы продумано тут все. Усилитель, да, то есть, усилить, хотя он раньше по-другому назывался, блядь, фокусировка назывался. Вот, блядь. Вот, значит, так, моментальная оценка, да, плюс 60 энергоэффективности, минус 60 длительной способности. Обтекаемость, плюс 30 энергоэффективности. Вот, и продолжительность, плюс 30 длительной способности. К чему вообще я сделал эту раскладку? В основном это я сделал для того, чтобы просто проходить, типа, захват. Типа, таких, как, например, диверсия, таких, как, например, спасение. Вот, ну, что-то в этом духе, да, то есть, обычной миссии, да. То есть, мы просто бегим, нам не нужно нигде, кстати, в каких-то там оборонах. Нам что нужно? Нам просто кинули способности. То есть, мы можем против боссов идти, например, я вот с такой прокачкой иду на Гиен. На Гиену иду, найду на каких-то там шакалов, да, которых много. Я что делаю? Я просто накидываю множество Теслу, да, просто, да, сагриваю собакой, просто кидаю Бастилию, а затем просто накидываю туда ульту. Собаки просто из ульты не могут выйти. То есть, настолько мизерно стоит ульта на 20 единиц, а 400 энергии, вабану, просто, я не знаю, там можно 20 ульт кинуть спокойненько, просто, блядь, 20 ультимейтов. То есть, собаки просто не вылезут оттуда и Гиены, и какие-нибудь там мобы, просто, они просто в ульте будут жить. А за счет Теслу мы просто их будем всех убивать. То есть, не важно, там, Тесла стоит копейки, даже мы можем кидать их в любую сторону, там, и совершенно забыть про стоимость энергии. А за счет энергетического источника все это будет восстанавливаться. То есть, тут, в принципе, да, конечно, у нас отличаются вот эти две способности, это типа Бастилии, но, народ, тут, скорее всего, больше плюсов, чем минусов. То есть, в принципе, я рассказал, да, все, что знал. Перейдем, наверное, к прокачке пушек. То есть, пушим, тут, конечно, пента самое офигенное. То есть, почему? Потому что мы стоим на месте, кидаем Бастилию и на расстоянии стреляем. Кидаем батут, там, накидываем под жертву, там, или под врагов, там, предположим, или под какого-нибудь босса бомб, и взрываем его, там, просто тупо. Парные цестеры, да, тоже неплохо, там, выглядят эпично, особенно с лабаном, и также неплохо с ними и бегать. Значит, Грэм. Ну, Грэм, тут, понятно, очень большая скорость. Ну, и вид тоже такой, соответственно, просто офигенно смотрится, эпично с нашим персонажем. Значит, ну, посмотрим. Краткостью вам покажу, что стоят за карты тут, и все. Ну, в принципе, на этом все, да. Что мог я рассказать, и свою информацию я поделился. Значит, насчет геймплея, да, я особо не вижу смысла показывать, да, потому что различные есть ситуации, различные миссии, различные прокачки, улучшения. То есть, нельзя сказать, что лабан только хорош в обороне, и все, больше ни на что он не годен. Эти люди, да, я бы сказал, далеко заблуждаются, да, не ошибаются. То есть, можно с этим персонажем, я бы сказал, просто на любые миссии ходить, просто на любые, абсолютно. И он будет очень даже актуален. Даже чем, например, тот же Мэк или Ирина. И не хуже, например, любых, там, Вольта или даже какого-нибудь Эша. То есть, я скажу, не хуже других. То есть, собирайте, да, пробуйте, играйте. То есть, я показал различные прокачки, так как, предположим, и в обороне, и в обычных захватах. Каких-то там, рейдах, спасениях и так далее. На этом все, с вами был Николай Партийный. Подписываемся на мой канал, кому интересно. Ставим лайки, кому понравилось. И продолжаем играть в эту замечательную игру. Те, кто играет, или те, кто начал играть. Всем удачи!